59 мирных жителей погибли и почти 300 были ранены на Донбассе с начала этого года. Такие цифры назвали в ОБСЕ. Обстреливают и сотрудников этой миссии, рассказывают представители. Впрочем, сегодня на передовой было относительно спокойно. Пользуясь затишьем, украинские военные тренируются. Руслан Смещук побывал на учениях артиллеристов. Их называют богами войны. Полевая артиллерия – это щит, который в случае прорыва боевиков должен прикрыть оборону. Орудие приводится к бою 2-1,5 минуты максимум. И, соответственно, мы стоим и готовимся уже на рубеже непосредственно. Или по команде открывать огонь, или по непосредственной угрозе жизни, здоровья подразделения. Сейчас противотанковая артиллерия и ствольная, и реактивная отведена с передовой. Но бойцы рассказывают, они в постоянной готовности выдвинуться туда, где может быть жарко, и остудить разгорячившегося противника. Такие занятия проводятся каждодневно, как днём, так и ночью, с целью повышения боеводонности подразделения. Потому что мы являемся резервом командира бригады, и от нас зависит очень многое. В этот раз на подготовку орудия к работе ушло полторы минуты. Впрочем, артиллеристы, честно говоря, своим результатом не очень довольны. Можно было и быстрее. Будут тренироваться. Сегодня обошлось без стрельб. Когда же орудие ведёт огонь, его слышно на несколько километров. Наводчик Игорь рассказывает. Внимание обращаешь только на первые пару выстрелов. Потом привыкаешь. Первые разы, наверное, три. Это точно. А потом всё так звукается. Уже не слышишь, как она стреляет. Мы приехали из пехоты, и нас научили много чему. Очень сложно было сразу. А потом всё-всё не понимали. И уже этой ночью военные будут вновь отрабатывать боевое развертывание. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Владимир Ревун.